Первенство ЦФО в очередной раз покорилось ивановским кудаистам. На этот раз соревнования проходили в городе Углич Ярославской области. В обойме ивановской команды участвовало 13 спортсменов. Более половины из них по итогам первенства заняли места на победном пьедестале. Я думаю, это отличный результат для наших ребят. То, что они показали сейчас и на турнире губернатора, и на ЦФО, это дает повод о том, что тренинг состава серьезно подошел к подготовке ребят. В основном это заслуга нашего Адгара Коляна, что он подготовил ребят к этому турниру. И, естественно, такие результаты. Пятеро участников из Иваново, занявшие первые и вторые места в своих категориях, автоматически отобрались на первенство страны. Для Саши предстоящий чемпионат России уже не первый. За плечами победы и в главном турнире страны, и даже на первенстве мира. Но титул чемпиона не повод расслабляться, а стимул. Готовится еще упорней. Я думаю, у нас тренера будут очень как следует тренировать и настраивать. И мы будем стараться показывать тот уровень, который Ивановская область достигла и будет держать ее. Я думаю, что мы должны просто все выиграть и все. Давид на первенстве ЦФО провел один из самых зрелищных боев. Его соперник в финале, несмотря на превосходство и в весе, и в опыте, был отправлен в нокаут. Давид доказал, чтобы победить в физической форме, мало. Нужно работать головой. Я понял, что с ним как бы бесполезно зарубаться, но руками. И как-то, когда я с ним начал драться, он когда пошел на меня с руками, я с разворота его стукнул с ноги, и он упал. И все. И чистая победа. С этим же настроем Давид готовится покорять страну. Впереди усиленные тренировки на грани возможностей. Сначала по одной в день, а перед турниром по две. Но Давид готов к трудностям и мечтает проверить свои силы на главном чемпионате страны. Планы, как всегда, выиграть, стать первым. Это моя главная цель. И сейчас буду готовиться каждыми днями. Те, кто говорят, что девушки слабый пол, просто не встречались на татаме с Викой. Свою соперницу в первенстве ЦИФО 14-летняя спортсменка победила благодаря силе воли. ЦИФО было сложно. Я очень сильно волновалась. Я очень хотела пойти на Россию поехать. Как бы, не знаю, очень сложно было. Но я собралась со всем силами и сказала себе, что на Россию я поеду. Два года назад у Вики уже был шанс стать чемпионкой России. Но тогда, в самом ответственном бою, она проиграла. И не попала в призовую тройку. Второй шанс спортсменка не намерена упускать. На подготовку у всех пятерых кудоистов остается всего месяц. Месяц, чтобы подготовиться и физически, и морально к поединкам с сильнейшими спортсменами России.